Друзья, добрый вечер, это программа «Ноктаток», я ее ведущий Михаил Сиркели. Сегодня мы хотели обсудить и хотим, намереваемся обсудить результаты выборов Народного Собрания Грузии. Как вы знаете, в воскресенье прошел второй тур выборов и также повторное голосование в шести избирательных кругах. В результате голосования в воскресенье определился полный состав Народного Собрания, все 35 депутатов избраны в результате первого и второго тура. О том, как эти выборы прошли и что ожидать от будущего СССР в ближайшие буквально несколько недель и дальше, в ближайшие 4 года, потому что мандат Народного Собрания, как вы знаете, 4 года, я предлагаю сегодня поговорить с гостями в студии. С нами в студии переизбранный депутат Народного Собрания от округа номер 6, город Чедролом, господин Лечо. Господин Лечо, здравствуйте, добро пожаловать в передачу. С нами также в студии гость сегодняшней передачи заместитель примара села Копчак, господин Толмач. Анатолий Толмач, здравствуйте, добро пожаловать в программу «Ноктаток». Вот буквально несколько минут назад пришла очень важная новость о том, что генеральный прокурор Александр Стояногло, якобы генеральный прокурор Александр Стояногло, по информации СМИ, задержан. Сегодня его отстранили от должности в связи с тем, что было возбуждено уголовное дело. Мы не можем не коснуться этой новости, потому что это очень важная новость. Она буквально, уверенно, взорвет информационное пространство. Хотел бы для начала услышать комментарий, тем более у нас в студии бывший прокурор, главный прокурор ГГУЗИ. Два срока, по-моему, 10 лет, и коллега Александра Стояногло по прокуратуре ГГУЗИ, господин Лечо, как вы это прокомментируете? — Знаете, я не просто удивлен, я просто, наверное, и в какой-то степени, извините за это слово, ошарашен тем, что я прочитал. Есть ли информация, правильно преподносится, в связи с чем начато уголовное преследование, а именно в связи с тем, что Стояногло в 2010 году, будучи депутатом парламента, одобрил внесение изменения в один из нормативных актов, его комиссия, вернее, одобрила, а он возглавлял комиссию по безопасности, одобрило внесение изменения в закон об отмывании денег, что в последующем послужило своего рода лазейкой законодательного характера для проведения так называемой операции «Ландромат», то есть отмывания денег порядка 20 миллиардов долларов. То большей глупости со стороны прокуроров, кто возбудил уголовное дело и кто задержал его, я, наверное, не слышал за всю историю нашего правосудия. Полагаю, что не только я, но и любой здравомыслящий человек. В подобном случае все те депутаты, которые принимали участие, принесение изменения решения одобрили, а не соучастниками вместе с председателем парламента и президентом, который промульгировал этот закон. Это элементарная логика подсказывает. Я уже не говорю о том, что по действующему закону задержание возможно только в том случае, четко определено основание, когда лицо либо скрывается, либо задержано в месте преступления, либо совершает действия, направленные на уничтожение улик, доказательств и так далее. Ни первого, ни второго, ни третьего, естественно, нет. И для меня это совершенно очевидно, с учетом всех тех событий, которые имело место буквально за последние несколько месяцев. Вся та атака, которая происходила на Стояногу, а в целом на правосудие и не только на прокуратуру, это решение о возбуждении дела и его задержание носит исключительно политически мотивированный характер. Все, что связано с генпрокурором, понятно, это политика, но вообще на самом деле атаки не цирк у сам господина Стоянога. Его выход в понедельник, атака на гражданское общество и журналистов как бы выглядела очень странно. Возвращаясь к тому, что вы заявили, в 2010 году это было решение, его комиссия одобрила внесение изменений в закон, который таки послужил лазейкой. То есть мы знаем, что она послужила. Да нет, это предположение следствия. Послушайте, мы говорим не просто о важности неприкосновенности. Имели право его задерживать? Нет, конечно, не по сути. А он не избегал расследования, он не препятствовал осуществлению уголовного преследования, он не был застегнут во время совершения преступления, он не пересекал границы. А вот закон говорит, предусматривает четкие основания, когда лицо может быть задержано. Никаких альтернатив тут не может быть. В противном случае любой гражданин за свои мысли, даже за то, что их ребенок стал преступником, должен быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку они причастны в его зачатии, воспитании или недовоспитании. Это такая глупость. Вы немножко... Подождите, генеральный прокурор является главой системы. А мы говорим о депутате, его задержали не за то, что он генеральный прокурор, а за то, что он, будучи депутатом, выразил свое отношение к какому-либо вопросу, проиницировал изменение закона. Давайте так, почему задерживают людей? Для того, чтобы люди не совершили действий, которые могли бы повлиять на ход следствия. Он отстранен. Он не может уже повлиять. Он был отстранен до этого. Решение об его отстранении уже было принято, соответственно, он уже никак не мог повлиять на ход расследования. Тем более, Высший Совет определил конкретного прокурора, который ответственен за проведение расследования, и никто процессуально и каким-либо иным образом не может повлиять на его действия. В принципе, так должно быть. Но по факту это... Почему... Вот еще раз так, для того, чтобы с точки зрения закона, почему его не могут или не имели права задерживать? Потому что закон устанавливает четкие основания, когда лицо может быть задержано. В каких случаях может быть применено мера пресечения в виде предварительного ареста. Все. Но он пока задержан на 72 часа, мы правильно понимаем. Ну, исходя из того, что мы слышим, да, 72 часа. Но другого в Республике Молдова, согласно процедуре, не может быть. Сначала задерживают на 72 часа, потом запрос предъявления обвинения, обращаются в суд, и суд избирает меру пресечения. Либо домашний арест, либо поптыска о невыезде, либо нахождение в заточении на 30 суток. Я правильно понимаю? Да. То есть сейчас это просто задержание на 72 часа до предъявления обвинения? По процедуре? По процедуре так должно быть, что задержать, но только при наличии основания. Я вам сказал, отсутствие оснований говорит о превышении власти со стороны лица, который задержал. И вот это лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе и уголовное запрещение. Посмотрим. Послушайте. Мы немножко, наверное, гадаем, потому что мы исходим из того, что нам преподнесла пресса. Насколько пресса достоверно дала информацию, как в части начала уголовного преследования, так и в части принимаемых в связи с этим решений со стороны прокуроров или высшего совета прокуроров. Значит, мы и делаем определенные выводы. Георгий Георгиевич, ваше мнение тоже хотел бы услышать господин Толмач. Тем более он политолог. Важный субъект. Важный аспект. От господина Стариноглой были очень серьезные ожидания в плане расследования очень серьезных нашумевших дел. Это дело о краже миллиарда, тоже дело о ландрамате, тоже дело, связанное с незаконным финансированием определенных политических партий. С вашей точки зрения, господин Стариноглой сделал все возможное, достаточно для того, чтобы внести ясность в этих делах или где-то не сработал? Знаете, зная его, думаю, что он все сделал. Но мы не видим результатов. Нет результатов. А я хочу вам сказать, что далеко не всегда от прокуроров зависит. Информацию поставляет прокурор СИП, который арестовал, который задержал, участвовал. Они занимаются, у них сбором информации, у них агентура находится, у них вся вот эта компьютерная и прочая сеть, прослушка телефонных переговоров и тому подобное. Прокурор работает только на давальческом сырье. Все предоставили информацию, прокурор дает анализ и соответственно уголовно-правового характера и интерпретацию. СИП сегодня проводил обыски в Генеральной прокуратуре. Может у СИБа есть какая-то информация относительно его причастности? К чему-то я не знаю. Ну, зная, как это происходит, сомневаюсь я. Но с вашей точки зрения, господин Стариногл сделал достаточно, чтобы расследовать кражу миллиарда? Потому что он обещал, что это дело станет партиком. Смотрите, ну начнем с того, что я не действующий прокурор, я не являюсь участником расследования. Я исхожу только из своей информированности относительно данной личности, его уровня профессионализма и порядочности, и деловых качеств. Исходя из этого, я и прихожу к выводу, что не могло быть, чтобы он не предпринял все необходимые меры для того, чтобы довести до ума вот те вопросы, о которых вы говорили. Почему так? Ну, мне сложно сказать, тем более в деталях. Господин Долмач, как вы прокомментируете сегодняшнее решение? Да, я позволю себе дать такую первичную оценку, исходя из тех, той информации, которая появилась в средствах массовой информации. Во-первых, очень большие сомнения вызывает происходящее в контексте правового государства. Изначально, после прихода во власть ПАС, которую партия президента, был запрос на реформу и систему юстиции. И мы видели, что последующие действия после парламентских выборов были сосредоточены против деятельности генерального прокурора Республики Молдова. И зачастую законодательные акты по внесению изменений в закон о прокуратуре диктовались не логикой реформирования системы юстиции, а логикой зачистки генеральной прокуратуры в угоду той или иной политической силы. Это однозначно я могу констатировать. Второй момент очень важный. Второй момент, на мой взгляд, очень важный, сам факт того, что генеральный прокурор действительно занимался резонансными делами. Я не исключаю, что в прокуратуре произошли те необходимые зачистки от той системы, которая была до 2019 года, когда Демпартия контролировала всю систему юстиции. И однозначно могу сообщить, что там остались соответствующие люди, которые работают по старой схеме. И генеральный прокурор господин Стояноглов в одиночку, даже имея тот статус, ту должность, не мог решить этот вопрос. Соответственно, очень вызывает много вопросов и сомнения в сегодняшней новости в связи с арестом генерального прокурора в контексте, и в первую очередь того, что сама система не очищена еще с 2019 года, а задержания идут в отношении человека, который так иначе начал боролся с этим. Господа, вот при всем уважении, я знаю господина Стояногла, да, господин Стояногла хороший профессионал, то есть это признают очень многие люди. И как бы очень многие восприняли как позитивный шаг назначения господина Стояногла на должность генерального прокурора. Но есть несколько нюансов, которые как бы вызывают определенные вопросы, и эти вопросы нарастают, скажем так, да, и на них нет ответов. И господин Стояногла в последнее время делал все для того, чтобы отворачивать от своей стороны, скажем так, те, кто был на его стороне или на стороне процедуры и закона. В последнее время господин Стояногла ввел себя больше как политик, нежели генеральный прокурор. Особенно его выход в понедельник, где он вместо того, чтобы, скажем так, рассказать о том, что он делает о краже миллиарда, кстати, в день, когда Райс Молдова опубликовал расследование о трастах, которые создавал господин Плохотнюк в офшорах в Новой Зеландии, через который прокачали более 100 миллионов евро или долларов на содержание семьи господина Плохотнюка. В этот день господин Стояногла выходит и начинает, грубо говоря, обвинять прессу, обвинять гражданское общество в том, что якобы есть заговор против генеральной прокуратуры, при том, что, обратите внимание, гражданское общество выступило в данном случае как бы на стороне, не то чтобы Александра Стояногла, когда парламент предложил последние изменения в закон об оценке деятельности прокуратуры, помните, были внесены изменения недавно, недавно Transparency International и некоторые организации гражданского общества сказали, что нельзя вносить такие изменения. И господин Стояногла выходит и в понедельник просто такой наезд на свободную прессу и наезд на гражданское общество. И было больше такое ощущение, что господин Стояногла вышел не как генеральный прокурор, а вышел как политик, который запускает свою избирательную кампанию. И в последнее время, в принципе, у него началось такое очень серьезное бодание с президентурой на политическом уровне, и мы не видели никаких действий его как генерального прокурора реально, которые от него ожидают. Как вы это прокомментируете? Мне немножко, правда, сложно комментировать, наверное, потому что надо мной давлеет понимание, кто является Стояноглой, личность, его качество позитивное. Я уже сказал свое отношение. Правильно ли я понимаю, что он в свое время способствовал вашему продвижению должности главы ГГБ? Ну, вы знаете, я был прокурором района, не просто работник, раньше, чем в прокуратуре начало работать, чтобы вы знали биографию. Такая глупость. Посмотрели бы хотя бы на биографию? Я просто уточняю. Да, я знаю, я слышал такое. Мы не являемся родственниками, да, где-то по сватовству мы все где-то являемся. А так, чтобы сразу говорю, я знаю про это, все эти глупости, и мои звания и прочее были чуть раньше, быстрее, чем у Стояногла. Он был студентом, когда я уже был старшим следователем прокуратуры. Так вот, что хочу вам сказать-то. То, о чем сейчас Анатолий сказал. Вот эти изменения законодательства и, в принципе, что происходит с реформированием органов прокуратуры, привели нас к полной неуправляемости системы органов прокуратуры. Абсолютная безграмотность, бездумность вот этих реформаторов и привело к тому, что вот эти дела, как ландромат и прочие не расследуются. И любой последующий генеральный прокурор, да пусть он расшибется, пусть он будет трижды Майя Санды, не расследует и не доведет до ума ни одного дела. А знаете почему? Потому что генеральному прокурору дали руль, чтобы он управлял генеральной прокуратурой. Но все рычаги управления в виде тормозов, газа, переключения скоростей, поворотов и так далее, отдали другим органам. Но за два года генеральный прокурор не сделал ничего для того, чтобы внести изменения в закон. Уволить даже муку с прокуратурой. Для этого высший совет есть. И есть вот эта процедура, генеральный прокурор в течение полугода, год может добиваться, чтобы кого-то уволить. Прежде чем он кого-то уволит, тот найдет подход к высшему совету прокуроров и решит три раза так, что он останется на месте. Почему я говорю про это? Генеральный прокурор за два года, господин Олегович. Я не защищаю его, я сейчас систему органов прокурора. Я говорю вам, что если не будет реформа прокуратуры, если не вернется принцип единочалия иерархического контроля, то вот этот бардак, который присутствует и будет присутствовать всегда. У нас путали некоторые вещи и любой прокурор, который проработал хотя бы 2-3 года в системе органов прокуратуры, понимает в чем опасность вот этой системы, которая сейчас была порождена этим реформатором. И вот вам результаты. Ландромат и тому подобное. Я подчеркиваю, я сейчас не говорю о защите господина Стояноглу. Я говорю о защите прав и интересов этих граждан, которые остались вне защиты. Но господин Стояноглу за два года мог инициировать какие-то процессы, потому что он уже знает систему. Хорошо? Да. И он, наверное, так же, как и вы, понимает, что эта система не очень функциональна. Но я не слышал от господина Стояногла за последние два года, как он занимает должность генерального прокурора, какие-то попытки реформировать систему таким образом, чтобы у него было больше полномочий и больше возможностей бороться и довести до конца те дела, которые действительно общество ждет разрешения. Я прокомментирую. На самом деле, очень часто следил за публичными пресс-конференциями господина Стояногла, за его появлением средств к массовой информации. Хочу обозначить три момента. Для общества было бы важным понять, какова роль господина Мораря в задержании Стояногла. Это первый вопрос. Потому что господин Морарь очень субъективен и защищает группу интересов в самой системе, несмотря на то, что он был отстранен. Второй момент. Не раз указывалось экспертами, и это подтверждается в ряде СМИ тоже, что господин Морарь имел влияние в Генпрокуратуре, даже несмотря на то, что он был уволен оттуда. И третий момент, который для меня очень важен, это сам факт того, что господин Стояногла признавался не раз, что действительно системе Генеральной прокуратуры нужны реформы. Он это говорил, какие именно реформы нужны, в частности, специализированные прокуратуры, которые были созданы. Его видение было и по этой части. Но отдельно хочу отметить момент, связанный с тем, что однозначно так реформы не делаются. То есть я не считаю господина Стояногла человеком из той системы Генеральной прокуратуры, когда при Плохотнюке это все было забетонировано, были определенные группы интереса клана, когда отжимали бизнес. И его появление, оно, конечно, прежде всего и для бизнеса, и для граждан Республики Молдова внесло определенные коррективы, что прокуратура больше не дубинка. И больше не заводились политические дела. Группа Петренко была освобождена. И он внес в это определенный вклад. На сегодняшний день нельзя говорить, то есть давать оценку действиям прокуратуры, могут только эксперты, которые действительно разбираются в хлебе прокурора. И я не раз слышал от прокуратуры официальных заявлений, что да, действительно, расследование кражи миллиарда, ландромата и других резонансных дел Республики Молдова продвигается сложно, но потому что есть ряд подводных камней, которые чинятся даже и внутри системы, и за ее пределами, и даже за пределами Республики Молдова. Ваши прогнозы с этой ситуацией, господин Личев? Я изначально сказал, исходя из той информации, которую я обладаю, опять же, это из пресса, ни оснований для начала уголовного преследования не было, ни тем более для задержания. Говорить о том, что это продукт, вот это событие, действие мораря, наверное, не стоит, потому что морарь имеет такое же влияние на прокуроров, как и любой бывший или действующий прокурор. Уверяю вас, уверяю вас. Да, может быть, он где-то мог способствовать, ради бога, я сейчас ничего не могу сказать, но чтобы он принимал решение, совершенно очевидно, что политическое решение было принято для того, чтобы продемонстрировать стране, кто здесь хозяин и для чего мы пришли. Насколько это продуктивно, даст ли тот самый ожидаемый результат, потому что мы все здесь сидящие, как и все общество в целом, хотим действительно изменений. Это другой вопрос. Мое видение, что невозможно достичь вот этого результата, если не изменить в целом систему. А так оно, подчеркиваю, любой генеральный окажется на этом же... То есть вы не считаете, что это результат внутренней драчки в системе прокуратуры? Нет, это политическое, я считаю. Продолжение следует...